Доброе утро! Эфир канала Россия продолжает программу Вести Ульяновск в студии Елены Тимонина и коротко о главном. Насколько заполнены ковидные госпитали и эффективна ли вакцинация? Ответы на самые актуальные вопросы наши корреспонденты искали в ЦГБ. Чердаклы готовы двигаться вверх. Для этого надо благоустроить Волжские берега и запустить проект «Социальная няня», что еще обсуждали на стратегической сессии. И сегодня день, в который нужно вспомнить о собственном сердце. Не нагружайте мотор вредными привычками, советуют доктора. Существует ли третья волна ковид? Какие новые знания о коронавирусной инфекции получают медики? В период, когда статистика свидетельствует о росте случаев заболевания в регионе, а специалисты Роспотребнадзора говорят о неблагоприятной обстановке. Наша съемочная группа пообщалась с медиками ЦГБ в пандемию, фактически ставшей ковидным госпиталем, чтобы, что называется, из первых уст узнать ответы на актуальные вопросы. Свободные места есть, но едва ли сюда много желающих. Горько шутят врачи, отвечая на вопрос, насколько готова больница принять пациентов с ковид-19. Заболевание коварное и опасно. В первую очередь поражает дыхательную систему, а потому в непростое время при высокой температуре и затрудненном дыхании лучше сразу обратиться к специалистам. Заболевание протекает тяжело. Считалось раньше то, что заболевание 80% протекает в легкой форме. Сейчас мы такого сказать не можем. Часто пациенты говорят, я чувствую себя хорошо, что мне делать в стационаре, но при этом организм уже на исходе своих резервных сил. И все же медики успокаивают, госпитализируют не каждого. Ведь есть и легкая и средняя степень тяжести заболевания. Ну а главное помнить, ношение маски, дезинфекция рук и ограничение массовых мероприятий – меры вынужденные. Вирус способен видоизменяться и преподносить неприятные сюрпризы. В третью волну присутствуют и дельта штаммы, и некоторые другие. Что отмечено, что протекает заболевание сейчас более агрессивно, сложнее поддается лечению, выше смертность стало больных. Ну в принципе, наверное, вот это главная особенность. И болеют, стоит отметить, уже и молодой возраст. Вакцинированные поступают. И две недели между первой и второй прививкой – опасный период. Врачи не скрывают, что среди пациентов есть и те, кто уже получил вакцину. Но их число невелико. Вакцинированные поступают, но их намного меньше, маленький, так скажем, процент. И если они даже поступают, то в легкой форме. Если даже у некоторых есть как бы пневмония, то степень поражения легких намного меньше, чем невакцинированные. Врачи вакцинацию называют действенным способом борьбы с распространением вируса. С начала прививочной кампании в область поступило свыше 330 тысяч компонентов вакцины. Достаточно препаратов и в настоящее время. Вакцинироваться надо обязательно, чтобы в дальнейшем, чтобы не болеть. Я вот переболел в декабре. Ну, в легкой форме переболел. А сейчас во второй прививку делаю. Не боится? Нет, не боится. А что боится? Все же от гриппа, все же вакцинируется. Прививки делает же. Это то же самое. Очереди в прививочный кабинет медиков не пугают, наоборот радуют. Коллективный иммунитет в 60% сами врачи называют дорогой к возвращению к привычной жизни. Без масок, социальной дистанции и прочих препятствий. Эти цифры – это научные, еженедельные даже разработки. Этим занимаются ученые, этим занимаются статистики. Но, к сожалению, 80% и 100% населения мы привить не сможем. Есть какие-то возрастные ограничения, потому что вакцины не совсем активно применяются у подростков, у детей. Чтобы понять, насколько все страшно, не верящим в ковид, а такие, как говорят врачи, еще остаются, нужно увидеть все последствия болезни своими глазами. Но попасть в красную зону можно лишь ограниченному числу специалистов. Да еще и при соблюдении строжайших мер безопасности. Ну а чтобы избежать шанса оказаться там в роли пациента, нужно помнить о простейших санитарных правилах. С открытием новой развязки президентского моста возобновит работу маршрут номер 10. Он пройдет через второй пусковой комплекс, который позволит обеспечить подъезд к Центральной городской клинической больнице, Завожскому ЗАГСу, Перинатальному центру, Дому детства и парку 40-летия в ЛКСМ. Отправление намечено на 5.30 утра от проспекта Дружба народов. Об этом сообщают в Министерстве транспорта Ульяновской области. Здесь регулярно отслеживают ход работ по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги». Контролируют прежде всего те объекты, о которых ульяновцы спрашивают чаще. Прямо на месте, а не в докладах или отчетах подрядчики делятся промежуточными результатами. Осталось выполнить рекультивацию. Вот как раз покрытие ведется в одном из пятипроводов, остальных все попрашивают. Большая часть дорог восстанавливается в рамках нацпроекта. Уже два участка начнут свою работу в сентябре. Один из них соединяет Сереньгу и Кузоватовский район. Проблемную зону для многих водителей. Второй не менее важный объект – это больная тема нашего города. Аварийный мост в поселке Дачный. С участием федерального бюджета мы в текущем году завершаем реконструкцию данного объекта. Мы его тоже сегодня посетили. И здесь до 1 сентября мы планируем завершить все работы и запустить движение по данному инженерному сооружению. Главную дорогу, президентский мост и левобережную развязку тоже не оставили без внимания. В этот раз отдельный блок совещания посвятили безопасности на трассе. Недавние громкие аварии необходимо проанализировать, чтобы больше трагедий не повторилось. Необходимо усилить работу по соблюдению водителями правил дорожного движения и принять меры по засрочному завершению запланированных в городе и в области работы на автомобильных дорогах. А сдать этот объект планируется во второй декаде сентября. Напомним, всего до 2025 года отремонтируют половину региональных и 85% городских дорог. Сегодня во всем мире отмечают День здорового сердца. Оказывается, снизить риски заболевания можно. Для этого медики призывают отказаться от вредных привычек и внимательнее следить за своим здоровьем. Павел Игнатьев продолжит. Раиса Михайловна получает первые рекомендации от лечащего врача. Женщина идет на поправку, но еще неделю назад ее пульс едва прощупывался. Потребовалась экстренная госпитализация за 100 километров от родного села. Сейчас все у меня хорошо. Жду выписки. Завтра пообещали выписать. В неотложную кардиологию попадают самые сложные пациенты. Внезапно в их жизнь врываются непрошенные гости. Продолжительные боли в области спины, челюсти и шеи. Острый карандарный синдром. Хвататься за сердце поздно. Нужно сразу звонить в скорую. У нас есть возможность предотвратить развитие острого инфаркта миокарда благодаря современной инвазивной диагностике и самым современным методам лечения, включая оперативное вмешательство на сосудах сердца. Опытный врач Михаил Рыкер перечисляет плюсы современной медицины. Если раньше пациент с инфарктом не двигался несколько месяцев, то сейчас его буквально через сутки могут поставить на ноги. Но есть и большой минус – возраст заболевших. У нас были пациенты 20 лет, 25 лет, как мужчины, так и женщины. К сожалению, болезнь молодеет. Печальная статистика. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему в лидерах смертного рейтинга. Медики советуют менять образ жизни, больше двигаться, правильно питаться и срочно избавляться от вредных привычек. Павел Игнатьев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Это Вести Ульяновск, и мы продолжаем. В Преслонихе на деньги президентского гранта открылась творческая дача. Первая и единственная во всей России школа Пленэр дает начинающим художникам не только выставочные пространства, но и возможность прочувствовать пластовскую жизнь. Как изменились оттенки на картинах рисовальщиков, расскажет Александра Емельянова. На творческой даче художники живут по заветам пластва. Они с утра до ночи трудятся и не ждут вдохновения. Все потому, что искусство – тоже работа. И на такой земле хочется сделать ее по-особенному, ведь другого шанса не будет. Ребята замечательные, дружные. Приехали сразу в первый день же, ушли все на этюды. Они жадные, до Преслонихи приехали. Каждый художник мечтает, не то что наши дети, молодые художники, но тут и такие уже маститые художники мечтают попасть в Преслониху. Каждый житель Преслонихи знает, у этого места есть особая пора, когда луга и холмы раскрываются художникам ярче всего. Поэтому в августе творцов ждали все. И природа, и покосившиеся домики с деревянными наличниками, и сельчане. Сейчас у нас художники работают. Прекрасное время, лето. Навсегда не мечтали на сенокосную пору попасть. Попали, пишут. В музей Кантонини Романовой художники обязательно заглянут, но позже. Сейчас они знакомятся с пластовым через жителей Преслонихи. Пишут портреты, а взамен получают невероятные истории и только что собранный урожай. Вчера познакомилась с тетей Тасей. С тетей Тосей. Вот. У нее корова, ночка. И видно, что она всю жизнь здесь прожила, этот человек, труда. В общем, очень приятно. Рассказала мне про свою корову. Я ее написала, кстати. Вот. Подарю, наверное, ей. Свои этюды Вика пишет босиком. Так получается по-настоящему, не фальшиво. А технические навыки тренирует вместе с мастером. Это блики. Блики, блики. Может быть, они сверху идут здесь? Нет. Блики. Нет? Я же с натурой делаю. Я понимаю с натурой. Молодец. Воруй как художник. Некоторые авторы чтят только это правило. И к подсказкам старших лишь приглядываются. А в углову угла все равно ставят свои чувства. Не академические каноны. Потому что упустить момент нельзя. Это чувствуется. И ужасно берется большая кисточка. Вот так все краски. Туф-туф. Даже не думаешь. Как писать. Смотрим. Туда смотришь и все. Тук-тук-тук-тук-тук. И получается стильная картина. Копировать Аркадия Александровича невозможно. Да и не нужно. Главное понять, как именно он и именно здесь делал то, чему молодые художники так долго учатся. А дальше дело за малым. Не нарушать указ Пластова. Не зарывать талант в землю. И видеть в океане каплю. Александра Емельянова, Денис Миронов. Вести Ульяновска. Из Корсунского района. На территории Воскресенского некрополя состоялась трудовая акция, в которой приняли участие добровольцы из движения «Симбирская православная молодежь». Ребята помогают приводить в порядок захоронения на старом кладбище. И эта работа ведется, начиная с 2016 года. В прошлом году традиция ненадолго прервалась в связи с пандемией. Зато в этом году подобная трудовая акция стала уже второй по счету. В мае православная молодежь помогала приводить в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Затем вместе с настоятелем Воскресенского храма, находящегося на территории Некрополя, ребята решили, что нужно обратить внимание и на могилы священнослужителей. Перед началом трудовой акции настоятель храма иерей Антоний Закурдаев и краевед Ольга Новосад рассказали православной молодежи об истории Некрополя и Воскресенского храма. Мы приводим в порядок могилу первого архиепископа Симбирска, это архиепископа Анатолия. Привезли сюда его останки из города Сызрани. По его просьбе он желал быть похороненным на своей кафедре, на которой он служил. Затем православные добровольцы приступили к покраске могилы первого симбирского архиепископа Анатолия и уборке травы на территории рядом с могилой. Здесь происходит уборка территории, помощь храму мы обрабатываем, территорию убираем, чистим, красим могилки, то есть обновляем. Это наша история, тут многие забытые могилки, которые люди, ну как бы, люди о них даже не знают некоторые, то, что у них тут может родственники там похоронены или кто-то еще. Воскресенский некрополь – одно из старейших кладбищ Симбирска-Ульяновска. Оно было открыто в 1874 году. 22 мая 1911 года епископом Вениамином был освящен храм во имя Воскресения Христова на его территории. После закрытия горосполкомом в 1972 году кладбище стало мемориальным. Оно хранит память о многих достойных людях города, в том числе священнослужителях. Могил на территории некрополя достаточно много, за ними практически сейчас никто не следит. Мы вот опять же совместно с православной симбирской молодежью начинаем собирать подробную информацию. И я думаю, за будущего года мы их все постараемся общими усилиями облагородить, и усилиями нашего прихода, и симбирской молодежи, и всех желающих, кто сможет посильно нам в этом помочь. Исследовательская работа по поиску захоронений священнослужителей, уборка и приведение в порядок их могил, фронт работ достаточно объемный, но он необходим для сохранения памяти о тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу и церкви. Первый маленький шаг в этом направлении уже сделан. Его талант способен не просто вдохнуть жизнь в текст, но и сделать его бессмертным. Его работоспособность поражает сотни песен, а теперь и первый творческий вечер. О том, над чем сейчас трудится Ильяс Хасанов, и когда мы услышим его новые произведения, расскажет Яна Федорищева. Спасибо тебе за твой голос и за то, что ты открыла для нас великолепного автора Ильяза Хасанова, твоего брата. Тогда, в декабре 2017-го, со сцены новой фабрики звезд его имя узнала вся страна. Две песни на стихи своего старшего брата Ильяса исполнила наша землячка Гузель Хасанова. Четыре месяца под прицелом телекамер всероссийского проекта, многочасовые репетиции и грандиозный финал победы. Сразу двух родственных душ с самого детства они вместе мечтали покорить музыкальный олимп. Я хочу посвятить эту победу Ильясу, потому что это наша с ним мечта. С тех пор синглы в эфире ведущих радиостанций, миллионы просмотров в сети, альбомы, выступления и заветные двое ходили по земле на каждой российской свадьбе. Его тексты проникают в самый дальний уголок души, несмотря на те возможности, которые сегодня принято считать ограниченными. Ильяс доказывает, ему под силу все, нужно только захотеть и поверить. Абсолютно мужская доброта и обостренное чувство справедливости в этом весь Ильяс. И музыки Анис Гузель с самого детства верны и не изменяют ей по сей день. Ильяс всегда был организатором, автором. И его умение разглядеть в людях талант в каждом человеке, оно очень ценно. Окончив московский университет, молодой человек остается работать в столице, в творческом тандеме с музыкальным продюсером Артемом Михаенкиным. Они буквально зажигают отечественную киноиндустрию. Свою мечту рукой потрогай. Вставай и просто сделай. На новые песни Ильяса всегда вдохновляли люди, их вера в лучшее и в свои силы. Поэтому после фабрики он решает вернуться в родной Ульяновск и помогать молодым талантам здесь, в легендарной студии эстрадной песни «Радость». Он так ворвался в нашу радостную жизнь, как продюсер, потому что он этим самым нас всех вдохновил. Ребята у нас творчески просто все подпрыгнули на необычайную высоту, потому что начали все сочинять свои песни, начали снимать клипы, записывать какие-то интересные треки. Буквально через считанные часы не только полюбившиеся многим хиты, но и новинки Ильяса Хасанова прозвучат на одной сцене заволжского грин-холла. В отличие от той билиберды, которую мы слышим обычно в рамках современных исполнителей, его тексты являют собой образы. То есть они о реальных чувствах, они связаны, они наполнены смыслом. Вместе с командой единомышленников он работает над проектом собственного креативного центра, каким будет Ульяновский дом музыки. На первой творческой встрече Ильяс расскажет сам. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут в фонд его создания. Этот концерт будет, наверное, самым грандиозным концертом, на котором я когда-либо была. Будут красивые номера, хорошие песни с глубокими текстами. И будет на что посмотреть и послушать. Любимые песни, которые уже завтра обретут новый смысл, можно услышать лично 12 августа в 19.00 на творческом вечере Ильяса Хасанова. Задача победить и пройти дальше. Футболисты Ульяновской Волги готовятся к матчу 1-64 финала Кубка России. Соперником нашей команды станет клуб «Саранск» из столицы Мордовии. Матч пройдет сегодня, 11 августа, на центральном стадионе «Труд». Стартовый свисток прозвучит ровно в 18.00. В любом случае, задачу будем ставить – пройти в групповую стадию. Это все-таки элитные команды, которые едут в Ульяновск. Мы этого хотим, мы этого желаем. Но то, что мы будем варьировать составом, это однозначно, потому что одни и те же игроки не смогут протянуть в такой отрезок 3 на 4. Играть очень сложно, потому что переутомятся, и мы получим проблемы в игре. Для этого есть состав около 20-25 футболистов. Это будет второй матч на турнире для ульяновской дружины. В конце июля на первой стадии турнира «Волга» в серии пенальти одолела команды «Спартак» из башкирского города Туймазы. Ну а в субботу в рамках чемпионата страны подопечные Рената Аитова провели дома непростой поединок с пермским Амкаром. Ничья 0-0. И на этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Внимание! В Ульяновске! Большая распродажа финских курток, плащей, дубленок и белорусской обуви. Скидки до 70%. Натуральная кожа. Только с 11 по 15 августа. Дом офицеров. Спасская, 17. Остановка. Ленинский мемориал. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 30 до 35 градусов. В Ульяновске 30-32 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова